Александр Райн. Тяготы домохозяйства. Катя и Паша искали домработницу очень долго. У Паши были свои требования. Ответственная, пунктуальная, воспитанная, опрятная, внимательная, умеющая вкусно готовить, без вредных привычек. Он придирался ко всему, с кандидатками был суров, без конца демонстрировал власть и гонор. 30% претенденток даже не переступали порога их дома, если Паша сомневался хоть в одном пункте. Он закрывал дверь прямо перед их носом. У Кати требований было меньше, но они были жестче. Желательно старая, желательно страшная и уважающая ее женский авторитет. Она отсеивала всех, на ком взгляд Паши задерживался больше трех секунд. Денег у молодых людей было более чем достаточно, а вот времени совсем ни на что не хватало. Поэтому они и решили найти себе помощницу с постоянным проживанием у них дома и были готовы очень хорошо ей платить. Только вот никто им не подходил. Руки у молодых бизнесменов опускались. Им казалось, что проще сменить город, чем найти здесь настоящего профессионала. Они уже собирались покупать виллу в соседней области, когда к ним в дом постучалась госпожа Набикрень. Паша открыл дверь и тут же был отодвинут в сторону, не успев сказать и слова. Сначала в дом вошло два чемодана, размером с рояль каждый, затем вошла сама Набикрень, которая была размером с орган и звучала так же громко и тяжело, как его самые басовые регистры. С женщиной потоками стекала вода, так как на улице шел ливень. На полу быстро собралось целое озеро. Первым делом, даже не поздоровавшись, Набикрень спросила, «Где у вас ведро?» Паша хотел было что-то возразить, но Набикрень уже достала откуда-то огромную швабру и мощными крутящими движениями, от которых, казалось, земля способна начать вращаться в другую сторону, собрала всю воду, а заодно вымыла пол во всей прихожей, не сходя с коврика. «Ведро!» скомандовала Набикрень, и Паша, то ли испуганный, то ли загипнотизированный этим великолепным мытьем полов, тут же принес ведро. Женщина начала выжимать тряпку. Треск раздался такой, словно падал вековой дуб. Даже соседские собаки перестали лаять, а ведро наполнилось до краев. Затем она точно так же выжила свой плащ. «Где я могу расположиться?» спросила женщина, глядя на Пашу. «Мы вас еще не приняли?» немного дерганно ответил тот и сам не заметил, как вжал голову в плечи. «Хм, что от меня требуется?» совершенно спокойно спросила Набикрень. «Ну, голос у Паши дрожал, он забыл, как нужно проводить собеседование. Для начала ваше резюме!» наконец вспомнилось ему. «Что вас интересует?» прогудела Набикрень. При этом она осматривала свои новые трудовые владения, подмечая пыль под двухметровыми шкафами во всю стену и предстоящее усиление слабого межэтажного перекрытия. Хозяин наконец справился с дрожью в голосе. Опыт работы, рекомендательные письма, ваше образование. Я воспитала восемь собственных детей. Двое из них стали подполковниками в 25 лет. Трое защитили докторские по математике, физике и химии на первом курсе института. Две дочери – мастера спорта международного класса по единоборствам, а младшенькая у меня играет на тубе в оркестре. Есть рекомендательное письмо из Суворовского училища. Я работала там завхозом, а в качестве подработки выпустила три курса кадетов. Десять лет вела уборку на космодромах, чистила ракеты и оттирала от нагара взлетные площадки. Про судостроение рассказывать? Набикринь сурово поглядела на Пашу. И тот невольно сглотнул, а затем помотал головой. Нужно спросить у жены. Выдал он и побежал за супругой на работу прямо в тапочках под проливным дождем, не вызывая такси. Набикринь не стала тратить время и приступила к своим обязанностям, еще даже не узнав, каким. Первым делом она зашла в ванную комнату и забрала корзину с бельем на кухню. Там она достала из своего чемодана таз и специальную стиральную смесь, изготовленную по собственному рецепту, и начала кипятить. Ты просто пойми, она нам не подходит. Совершенно. Наседал в такси Паша на свою жену, когда они ехали домой. А что же ты ее не выгнал? Она сейчас что, одна в нашем доме? Да, она не похожа на воровку совсем, но я думаю, что лучше будет тебе ее выгнать. Ну, вам, женщинам, между собой проще договориться. А мне как-то неудобно, я же джентльмен. Лебезил Павел перед супругой. По дороге они заехали в школу и забрали своего сына Платона, тихого, необщительного скромника, который плохо учился, ни к чему не стремился, был ленив и ничем не замотивирован по жизни. В общем, полная противоположность своим родителям. Когда все трое зашли в дом, их встретил запах совершенно непривычной еды, а еще в зеркально чистые полы. Паша хотел было уже шагнуть на паркет, но в кухонном проеме появилось лицо на бекрень, которое одним взглядом заставило всю семью разуться и сложить свои ботинки на обувную полочку. «Это она?» – спросила шепотом жена, когда на бекрень исчезла за дверью. Паша молча кивнул. «А вроде бы ничего», – поджала губы жена и зашагала на кухню. «Добрый вечер! Как я могу к вам обращаться?» Поздоровалась Катя с на бекрень, которая в этот момент голыми руками сняла горячий таз с плиты и поволокла его в ванную. «Ольга Прокофьевна!» «Добрый вечер!» – поклонилась на бекрень. «Ольга!» – обратилась хозяйка к женщине уже в ванной, когда та начала выжимать руками белье, источающее горячий пар. «Прокофьевна!» – поправила ее на бекрень. «Фамилия – на бекрень!» «Ольга Прокофьевна!» – немного раздраженно, но смиренно продолжила Катя. «Скажите, а вы ознакомились с нашими условиями?» «Есть условия!» – подняла одну бровь Ольга Прокофьевна, и вся ванна немного исказилась вместе с ней. «Ну да, небольшие. Например, вы должны соблюдать наши требования, а их немало». «Слушаю вас!» – не прекращая выжимать белье, сказала домработница. «Например, все ваши действия должны быть согласованы с нами. Я вижу, вы самостоятельно решили постирать белье, используя какие-то консервативные методы. У нас для этого имеется стирал...» Катя не закончила, потому что на бекрень развернула белую рубашку ее мужа и начала ее вывешивать на сушилку. «Как вы это сделали?» – ошарашенно смотрела на нее Катя. «Что сделала?» «Как вы отстирали рубашку мужа от зеленки?» Я собиралась ее выбрасывать, он вылил на себя целый пузырек. В химчистке нам сказали, что пятно уже не отстирать. Рубашка очень дорогая. «У них просто нет ракетного топлива, которое я добавляю в свое средство. К тому же при кипячении мои ингредиенты убивают абсолютно все лишние запахи», – спокойно ответила Ольга Прокофьевна и продолжила развешивать идеально чистое белье. «Еще какие-то требования будут?» «Что? Требования?» Находясь в легком ступоре, переспросила Катя. «Ах да, требования. Вы должны готовить то, что мы попросим вас. Я, например, сижу на особой авокадной диете, а мой муж очень неразборчив в еде. Он ест стейки из мраморной говядины, дальневосточных крабов, только фермерскую зелень и яйца. Он не станет питаться, чем попало, как и мой сын». Тогда Ольга Прокофьевна предложила пройти на кухню. Там женщины застали Пашу, который хлебал половником щи прямо из кастрюли. «А ну!» – рявкнула набекрень. «Чтобы я больше такого не видела, разве можно есть из общей кастрюли? Сядьте, я вам налью!» – скомандовала она, и Паша тут же отпрыгнул от плиты и уселся за стол. «Паша, ты чего?» – стыдливо спросила Катя, глядя на мужа, чье лицо лоснилось от жира. «Это какое-то зелье! Я не мог оторваться!» «Решил попробовать ложечку и пропал!» «У меня память отшибла, я не мог остановиться!» – оправдывался он. «Это не зелье!» «Это капуста, которую я сама квасила!» Сказав это, набекрень вытащила из чемодана пять трехлитровых банок капусты. «Садитесь, Катенька! Вы же после работы голодная, и сына пригласите за стол!» – пробасила домохозяйка. «Валерьевна!» – пропищала негромко Катя. «Что?» – повернулась к ней Ольга Прокофьевна, наливая порцию щей. «Ничего, ничего, просто вечером я ем только авокадо!» «Авокадо так авокадо!» – пожала плечами набекрень. Достав из холодильника зеленый плод, она прямо с косточкой нарезала его на дольки. Затем она открыла крышку небольшой кастрюльки и к кухню быстро заполнил аромат котлет. Он был таким сильным, что Павел снова впал в транс и потянулся к еде руками. Но Ольга Прокофьевна треснула по ним и велела сначала съесть щи, в который накрошила целую гору укропа. Вместе с кастрюлей она пошла на второй этаж к Платону. Обычно мальчик ел только у себя в комнате. Но сегодня он пришел ужинать на кухню, тащаясь словно загипнотизированной за домработницей с котлетами в руках. Когда мальчик зашел, он увидел, как его родители молотят ложками щи, а их лица блестят от жира в свете ламп. Нетронутый авокадо лежал в стороне. Ольга Прокофьевна торжественно водрузила тарелку с котлетами на стол и все семейство, стыдливо, но с жаром, набросилось на них. После ужина Ольга Прокофьевна поставила чайник и оставила хозяев наедине, а сама пошла в комнату к их сыну, где попросила его показать ей школьный дневник. «Слушай, ты был прав, она нам не подходит», шептала Катя мужу, пока тот раскуривал сигару. «Да, совершенно не подходит», — согласился он. «Давай прогоним. После завтрака». «Почему после завтрака?» «Ну, поздно уже, некультурно как-то». «Да, ты прав, прав». На Бекрень тем временем читала Платону вслух роман Жуля Верна, предварительно лишив мальчика всех гаджетов. Парень слушал, сначала боясь сопротивляться, затем уже с интересом. Когда она спустилась вниз, чтобы налить всем чаю, родители уже сидели в гостиной и разговаривали о бизнесе. Паша открыл бутылку виски и налил себе бокал. Другой рукой он держал сигару, которую так и не смог раскурить. «Вот», — поднесла ему кружку чая Ольга Прокофьевна. «Спасибо, я перед сном пью виски. Мне так проще заснуть, а то, знаете ли, бизнес, дела, бессонница». Пафосно сказал он. «Виски? Пф, я вам в чай плеснула своего бальзама. Ваш виски — молозиво по сравнению с ним». «Правда?» «Хм, сомневаюсь что-то. Это чистая Шотландия, десять тысяч за бутылку!» Тряс он бокалом. «А это алтайские травы. Я сама собирала. Попробуйте. А я пока вашу сигару раскурю». Паша умоляюще взглянул на жену, но та лишь беспомощно пожала плечами. Мужчина сделал глоток, затем второй, третий. Ольга Прокофьевна при помощи одной спички из своих могучих легких раскурила сигару в один затяг, а потом пробубнила что-то про то, что это какая-то фигня. Не то, что были уставные в Баренцевом море. Паша тем временем допил чай. Глаза его блестели, лицо было красным и довольным, как после бани. «Слушайте, а можно добавки?» – спросил он заплетающимся языком у набекрень. «Не стоит. Думаю, вам лучше прилечь. Да и вы, Катя, тоже отдохните после работы. Я вам уже расстелила. Завтра обсудим ваши требования». Органный бас набекрень звучал убаюкивающе, и оба супруга невольно зевнули. Перед сном домработница зашла к Платону и проследила за тем, чтобы тот самостоятельно прочел вторую главу. Сама она легла спать в гостевой спальне на полу. Кровать с ортопедическим матрасом женщина перенесла в другую комнату. Туда же был отправлен телевизор. Вместо него она бесшумно перетащила в комнату книжный шкаф и перед сном проглотила небольшой томик одного из классиков. Паша проснулся, как обычно, раньше всех, в половине шестого. С утра он уходил на пробежку, затем принимал душ, пил кофе и ел одно яйцо всмятку. Мужчина улыбнулся, увидев торчащие из гостевой комнаты ноги и услышав сопение на бекрень, от которого слегка колыхалась межкомнатная перегородка. Когда он вернется, завтрак не будет готов, а это прекрасный повод для увольнения. Но, зайдя на кухню, мужчина испытал легкий шок.